Я работаю главным инженером на заводе по производству лекарственных препаратов в Новосибирске. В прошлом году мы решили освоить производство новой продукции, лекарства для лечения горла на основе трав. Купили оборудование для выпуска таблеток, организовали участок производства таблеток для лечения заболеваний горла и начали процедуру получения необходимых документов для сертификации продукции. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Наше предприятие перед запуском препарата проводит ряд опытных испытаний, исследований при помощи различного лабораторного оборудования. Для этого необходимо предоставить опытные растворы. Мы столкнулись с необходимостью разовое производство опытных партий таблеток. Так как необходимо было по сути небольшое количество таблеток для анализа популярности препарата у покупателей и получения необходимых документов для сертификации лекарства, мы решили купить компактную установку. Таблеточный пресс я искал максимально эффективный и безопасный для работника из прочного материала с производительностью 3000 таблеток в час. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Первым делом я обратился к поставщику имеющегося у нас, иначе говоря, на участке производства таблеток и капсул таблеточного пресса. Качество и работа имеющегося автомата нас, иначе говоря, устраивало, и мы решили рассмотреть этого производителя. Я узнал телефон компании в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это таблеточный пресс для лабораторных исследований, сняли с производства в прошлом году. Я приступил к поиску таблеточного пресса с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование у других производителей. Однако задача оказалась не такая простая, как казалось на первый взгляд. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал таблеточный пресс у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов пять компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке таблеточного пресса и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для дозирования в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов оборудования. Созвонившись с менеджером, я рассказал, что хотел бы приобрети таблеточный пресс производительностью 3000 таблеток в час для опытных партий производства таблеток. Специалист компании предложил мне оборудование, которое популярно у клиентов и соответствует моим требованиям. Менеджер выслал мне на электронную почту характеристики данного таблеточного пресса. Я его изучил. Условия доставки и цена меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку предложенного таблеточного пресса. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Она оказалась компактная, экономичная и простая в управлении, выполненная из нержавеющей стали. Пресс формировал наши желтые таблетки диаметром 10 мм. В инструкции я прочитал, что он обеспечивает формирование таблеток до 20 мм. Мы остались таблеточным прессом, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Было приятно узнать, что у нас, иначе говоря, много общих знакомых. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи, и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.